14 коллективов выстроились в шеренгу для открытия чемпионата по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью. И это не профессиональные спортсмены, но их точно можно назвать мастерами своего дела. Ведь кому, как не представителям всех флотов и высших военно-морских учебных заведений России, известно, как совладать с морским судном. Главное командование военно-морского флота уделяет огромное внимание и большое значение именно и популяризации, и развитию двух военно-прикладных видов спорта. Из семи военно-прикладных это два вида военно-прикладных. Это гребли на шлюпках и гребно-парусное двоеборье. А также еще дисциплиной прикладного спорта являются парусные гонки, которые мы и будем проводить в течение этих десяти дней. Событие приурочено к 320-летию со дня образования ВМФ России. Впервые такие соревнования во Владивостоке состоялись два года назад. Тихий океан и Японское море с тех пор особенно запомнилось морякам со всей страны. Ведь вода у нас соленая, из-за чего лодка глубоко не ложится, а соответственно и грести так куда тяжелее. Но с опытным экипажем это не страшно. По правилам соревнований 50% у нас постоянный состав это офицеры, преподаватели училища и представители кафедры ФП. И 50% это у нас курсанты, для того, чтобы они приобретали соответствующий морской опыт. И подрастала достойная смена. Непогода в Приморье ничуть не испугала участников. Для старта, конечно, ждали спокойного неба. Однако финальную гонку первого дня все же накрыло дождем. Что только раззадорило команды. Да, да, да! Поехали! В упорной схватке с погодой и соперниками победу в первый день одержала команда ТОВ. Гребцы Тихоокеанского флота отметили, что борьба и вправду была тяжелой. Но на тот факт, что последние пять лет их команда является несменным чемпионом ВМФ, моряки скромно не обратили внимания. Но секретом своим поделились. Ну, слаженный коллектив и желание ребят работать. В основном собираются все военнослужащие, собираются по вечерам. И тренируемся. За счет этого, как говорится, и куются победы командные. Не первый год с ними гоняемся. Они как бы всегда приходят первыми, мы за ними всегда приходим. В этом году, конечно, чуть-чуть, опять нам два года назад, 9 десятых не хватило секунды, чтобы их выиграть. В этом году 7 десятых не хватило, чтобы выиграть. Но, опять же, надо сказать, что они местные, акклиматизация у них лучше прошла. Чемпионат ВМФ России продлится до 14 сентября. По итогам будут сформированы команды военно-морского флота для участия в чемпионатах вооруженных сил по этим же видам спорта, которые пройдут с 26 сентября по 5 октября в Санкт-Петербурге. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на Восьмом.